Интересный, кстати, вопрос. Многих тема того, как олимпиадное программирование сочетается с реальной работой, очень сильно беспокоит. И вот, собственно, вопрос из этой темы. У меня не совсем стандартный вопрос. Как вы относитесь к спортивному программированию одному и в команде? Вторая часть. Как к этому относятся потенциальные работодатели и будет ли это иметь вес, если человек устраивается на должность, связанную с разработкой алгоритмов или созданием нейросетей? Третье. Как готовиться к олимпиадному программированию и стоит ли это делать человеку, который хочет заниматься машинным обучением? Прикольно? Отвечаю по порядку. Первое. Как я к нему отношусь? Да нормально я к нему отношусь. Вообще, в принципе, теоретизируя то, что вы имели в виду или что могли иметь в виду, расскажу реальный кейс. В одной компании мои товарищи, они достаточно опытные разработчики, они предвзято относятся к людям, которые занимаются спортивным программированием. В части практической разработки, ну не нейросетей, конечно, а вот прикладного ПО. Почему? Ну потому что считают, что человек, который занимается спортивным программированием, он привык мыслить условно-шаблонно. Ну то есть он привык к определенным действиям и у него нет, скажем так, привычки, ну например, быстро искать информацию и находить нестандартные решения. Ну как-то так. Да, я знаю, что некоторые могут сейчас сказать, ну как же спортивное программирование, там как раз нужно отыскивать решение непонятных задач. Мы говорим о прикладном программировании, когда нужно что-то создавать, чем будут пользоваться люди. Поэтому вот у них было такое предубеждение. Я нормально отношусь, но было в практике, это, кстати, параллельно, может быть, отвечая на второй вопрос отчасти. Было в практике, на стажировку приходили ребята, которые говорили, что они там были какими-то призерами олимпиад, соревнований по спортивному программированию. И они не могли сделать практические задачи, когда я их просил, с которыми справлялись другие ребята. Вот факт. Но это не значит, что занятие спортивным программированием это плохо. Но вот у них почему-то не получилось нагуглить достаточно оперативно, ну то есть в течение дня решение каких-то простых вопросов. А там нужно было просто в гугле набрать что-то, скопипастить и все. Может быть, они слишком сильно включали голову, может быть, нет, может быть, у них не было просто привито определенных навыков. По поиску информации, решению непонятных для них задач в непонятной области. Не знаю. То есть тут можно теоретизировать сколько угодно. Непонятно, что там в голове творится. Но вот такие вещи. То есть предубеждений у меня нет. Были неприятные моменты, ну то есть, скажем так. То есть приходили люди и не походили. Хотя на них возлагались надежды. Ну вот только так. Но это, тем не менее, у меня предубеждений не создало. То есть, продолжая, собственно, отвечать на пункт 2, будет ли это иметь вес, если человек устраивается на должность, связанную с разработкой алгоритмов или созданием нейросетей. Я считаю, что это будет плюсом. Это будет плюсом вообще, в принципе, при разработке какого-либо ПО, потому что вы занимались чем-то, что отличается от обычной, унылой программы обучения в институте. Поэтому, любая деятельность в чем-то, вот кроме этого, уже будет плюсом, на мой взгляд. А нейросети и алгоритмы, ну, предполагаю, что да. Ну и номер 3. Как готовиться к олимпиадному программированию и стоит ли это делать человеку, который хочет заниматься машинным обучением? Как готовиться я вам не подскажу. Я не занимаюсь олимпиадным программированием и никого не подготавливал к олимпиадному программированию. Это отдельная тема, то есть преподаватели в вузах обычно этим занимаются, ну, у которых там команды именно по программированию. Поэтому это скорее вопрос к ним, точно не моя область. То есть вы должны понять, прикладное программирование и спортивное программирование – это разные области. Хотя это вроде бы все программирование и все промышление, но дает разные навыки и подготовка к нему – это отдельная тема. И стоит ли это делать человеку, который хочет заниматься машинным обучением? Может быть да, может быть нет. Смотрите, я бы не сказал, что это первый шаг, который стоит делать, когда вы собираетесь заниматься нейросетями, машинным обучением или алгоритмом. Будет ли плюсом – да. Но первый ли шаг – это и необходимо ли это звено? Тут уже точно не скажу. Потому что вообще, если брать программирование в целом, как явление, и разработку каких-то вот сложных программных продуктов или сложных программных алгоритмов, то в данном случае важно мышление, ваши навыки и ваше умение самообучаться и ваше умение обрабатывать какую-то сложную информацию. Не просто там сделать формочку на сайте, а придумать какой-то алгоритм. Ну, олимпиады не значит, что это обязательно. Вы можете этому всему научиться и сами. Вы можете этому всему научиться и с каким-то преподавателем. Вы можете усилить свои навыки, занимаясь олимпиадным программированием. То есть это необязательное звено. Усилит ли оно вас? Вполне вероятно, что да. Но также возможно, что и нет. Потому что, ну, олимпиадное программирование не сделает вас гением, грубо говоря. Поэтому, насколько оно вам поможет конкретно, сложно сказать. Ну, в общем-то, вот так. Думаю, по теме я все, что хотел, раскрыл. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok